Добрый день, уважаемые коллеги, это обзоринка под компанией Тикмилосом и я, Артур Диатуллин. Пока золото и другие защитные активы реагируют на краткосрочные возмущения новостного фона, будь то убийство высокопоставленного иранского генерала в Ираке или презентация нового оружия северокорейским лидерам, точнее обещание это сделать, мы сменим перспективу на среднесрочное будущее и рассмотрим индекс грузовых перевозок. Один из самых важных индексов морских грузовых перевозок это Baltic Tri-Index. Данный индекс представляет собой среднеизвеченное значение среднего срока фрахта по танкерам различного размера, Cape Size, Panamax и Supra Max. Морские грузовые перевозки вероятно наиболее базовая характеристика присутствия, наличия и скорости экспансии мировой экономики, так как охватывает происходящее в совершенно разных секторах экономики и странах. Что примечательно, данный индекс рухнул на 10,5% в четверг. Это он зафиксировал сильнейшее падение за 6 лет. В первую очередь это произошло из-за продолжающегося ухудшения спроса на сухогрузные суда. Значение индекса сократилось на 114 пунктов до 976, самого низкого уровня с мая 2019 года. Диапазон падения стоимости фрахта судов различного размера составил 9-16%. Теперь о причинах данного падения. Если говорить о предыстории, о снижении, которое предшествовало сильному однодневному падению, то одной из наиболее вероятных причин ослабления спроса на суда стало снижение так называемых заблаговременных отгрузок, фронт-лодинг, фронт-лодинг-шипментс, объем которых значительно вырос. Здесь отмечена красная стрелочка, которая идет вверх. В период объявления угрозы доведения импортных требований в США на китайские товары как раз происходило в периоде примерно с первого квартала 2019 года до сентября. Так как затем Китай и США достигли относительного взаимопонимания в определении, что же такое справедливая торговля, производителям и импортерам уже как бы стало некуда торопиться. И вот пошел это. Здесь можно видеть, что этап деэскалации в торговой напряженности между Китаем и США он как раз таки сопровождался снижением грузовых морских перевозок. Рост спешных, будем так говорить, отгрузок в период с первого квартала 2019 года до сентября совпал как раз таки с периодом обострения торговых отношений между Китаем и США. В тот период индекс вырос на 318%, а в последующие три месяца он упал на 61%. Относительное насыщение импортеров товаров сейчас обеспечивает обратный кризисный эффект в секторе морских грузовых перевозок, что будет, естественно, зашумлять, будем так говорить, тенденцию, истинную тенденцию грузоперевозок, по крайней мере, весь первый квартал 2020 года, пока запасы импортеров не истощатся. Перед тарифный всплеск экспортно-импортной активности, да, дополнительный толчок экономики США в 2019 году, в 2020 году, естественно, он уже не повторится, это нужно учитывать в оценке роста также. Глобальный индекс производственной активности, который охватывает различные основные крупные страны, лидирующие экономики, он рассчитывается агентством маркетсов, вместо нас с JPM Morgan, видно, что длительное падение перешел в небольшой рост, но затем этот рост также быстро перерывался с ноября по декабрь, данный индекс снизился с 50,3 до 50,1. Десятый, напомню, что 50 пунктов у нас разделяет экспансию, зону экспансии, которая идет выше, и зону сжатия производства. Это, естественно, резкий переход опять вниз, прерывание роста заставляет, призывает нас осторожнее относиться к, вообще, как сейчас гипотезам экспансии, да, мини-экспансии мировой экономики, и учитывая некоторую энергию замедления глобальной экономики, вероятно, сохранится и в первом квартале 2020 года. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в пятницу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!